Сегодня мы начинаем прославлять Шима-Бхагаватан. Шима-Бхагаватан Махима. Шима-Бхагаватан это не только обычное писание. Оно является сутью всех духовных писаний. Брама-Сутра. Сейчас он перечисляет названия духовных писаний. Вторая шлока. Харма-Гьяна начинается так. Сейчас повторяет. Вначале он повторил первую шлоку, а теперь вторую. Это вторая шлока. Первая. Первая я хотела бы дать объяснение первой шлоку Шима-Бхагаватан. А затем и объяснение второй шлоки. Сначение этой шлоки. Очень эпично для того, чтобы снизойти материальный мир и даровать благо всем апостольным душам этого мира, он снисходил в различных инкарнациях, таких как Матья, Верахат. 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 Вверхат. Вверхат. Как эта шлока появилась? В то время, когда Кришна ушел из материного мира, Удава перед тем, как уйти, 请 спросить Его, «Мы все время жили вместе, а сейчас ты хочешь покинуть меня. Каким же образом я могу поддерживать свою жизнь?» Кришна ответил, «О, Удав, я в одной форме уйду из этого мира, но в другой форме я останусь в этом материальном мире, формующей мой богатый». Кришна сам лично представлен в материальном мире формующей мой богатый. Кришна, каким образом Кришна пришел в этот материальный мир? Кришна, он присутствует в этом мире в форме шабда-брама, трансцендентной вибрации, для того, чтобы даровать милость всем обусловленным джилам этого мира. Вы знаете эту шлоку, которая также повествуется в Шимад-бхагаватам? Вы можете использовать эти шлоки, которые находятся в Шимад-бхагаватам. Если вы желаете пересечь этот материальный океан существования, что такое Багават? Вы должны... Никто не в состоянии пересечь этот материальный океан существования. Как обычный океан, он имеет пределы. Но этот океан существования не в состоянии никто переплыть. Но кто может все-таки это совершить? Это тот, кто принимает приют Шимад-бхагаватам, который является мостиком, который перебрасывается через этот океан. И очень легко можно пересечь его. И для этого не нужно пахтать его. Для этого не нужно совершать никакой другой процесс. Можно просто его перейти. По 11-й песне, в Шимад-бхагаватам, также имеется шлока. Это шлока из 11-й песни. Багаватам, также имеется шлока. Багаватам, также имеется шлока. И для этого не нужно вернуть Шимад-бхагаватам. просто слушать просто читая если например хрикатка происходит и кто-то слушает хрикатку это очень замечательно но даже тот кто просто с уважением относится к Шимар Бхагаватам что произойдет просто произнеся хотя бы даже одно слово Шимар Бхагаватам Шимар Бхагаватам очистит эту личность любое оскорбление которое совершается в этой жизни когда эта личность приходит в контакт с Шимар Бхагаватам и с большим уважением слушает хрикатку его сердце обязательно очистится Кришна и он обязательно здесь в этой штуке подчеркивается достигнет Кришны сейчас Это Садусанга, Намасанкиртанам, Бхагават Шраванам, Мадхура Васа и Шрадха Муртисевая. Из этих 5 видов бхакти, если кто-то следует этим 5, но даже если кто-то следует одному составляющей части бхакти, он достигнет цели. Что такое Бхагават Шраванам, слушая Шримад Бхагаватам? Кто-то слушает Шримад Бхагаватам, он обязательно придет к Кришну в своей жизни. Кришнадаска Ражгославим утверждает об этом в читании Чаритамиды. И Широпа Гаслами, и Широпа Гаслами, и Широпа Гаслами также подчеркивает. Когда Широпа Гаслами покинул материальный мир, что осталось? Шримад Бхагаватам Туласи, 4 места. Кришна, Он находится в этих местах, в 4 местах. Бхагаватам Туласи, Ганга и Чистые Преданные. И одних из этих 4 Шримад Бхагаватам. И также читания Бхагаватам. Из этих 4 мест, в которых живет Кришна, одним из них является Шримад Бхагаватам. Вы знаете тот шлог, очень известный, который является Мангал Чараной, Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам Туласи, который является созревшим плодом в век. Калпаврикша. Это означает дерево, которое исполняет все желания. Является Шримад Бхагаватам, то, что вы желаете, и Шримад Бхагаватам обязательно исполнит. Оно является деревом желаний. Поэтому, что Бхагаватам Туласи говорит. Калпаврикша, любое желание, которое вы имеете, это дерево, которое олицетворяет Шримад Бхагаватам, обязательно исполнит. Вы должны знать, вы должны, вы не должны желать чего-то очень маленького, Аджима Бхагаваттан. Есть история, что с одним брааманом очень бедным. Один бедный брааман. И вы знаете, есть кувер, который является самым богатым, и он появился перед этим брааманом, сказал, что ты желаешь, я исполню. Он сказал, у меня есть корова, но не хватает травы, ты можешь мне делать так, чтобы было травы достаточно для моей коровы. И тогда кувер сказал, что я могу даровать тебе все богатство мира, а ты мечтаешь о том, чтобы у твоей коровы было достаточно травы. Поэтому вы должны иметь правильное желание в согласии с того, о чем вы мечтаете. И желание ваше должно быть также очень правильное, что является очень важным. Слушать Шимат Бхагаваттан и совершать Шимат Бхагаваттан и также Бхагаваттсеву настроение. Однажды один царь пошел в лес, чтобы охотиться. Вечер наступил, и он был очень уставший, он испытывал жажду, был очень голоден. И он сел под одно дерево. Он не знал, что это дерево желания. И он не знал об этом. И он подумал. Он просто себя вообразил. Ой, хорошо бы, если бы я был сейчас во дворце, как обычно. Мне всегда подают очень хороший ужин. И вдруг он увидел прекрасную девушку, которая предложила ему очень хорошее, очень вкусное приготовление. Он подумал далее. Если бы я сейчас находился во дворце, далее он продолжал. И то, о чем он мечтал, оно все появлялось перед ним. Он все это, очень много приготовлений. Он подумал, он все это почти, затем он подумал. Вот если бы я сейчас находился во дворце, я бы устроился на теплой, мягкой постели, для того, чтобы отдохнуть. И тут же очень удобная кровать появилась перед ним, с такой мягкой перейной. И он уснул. И вдруг в среди ночи он услышал рев тигра. Ой, не тигра, а льва. И он подумал. О, это лев. Лев, о, есть лев. Я не хотел. И когда Голеньков подумал про льва, он увидел этого льва, который начал приближаться к нему. Он подумал, о, этот лев, он сейчас убьет меня. И в этот момент лев напал на этого царя и убил его. Это дерево желания. Вы должны знать о том, что Шимар-Боговатон является матерью. Все, о чем вы мечтаете, она дарует вам, как мать, дарует все самое лучшее, самое сладкое. И поэтому, о чем вы должны, о чем вы должны желать? О, прямо в сервере, так, уже. Шимар-Боговатон состоит из четырех слов. Пхагаватон. Пхагаватон. Четыре слога. Пхагаватон. Пхагаватон. Пхагаватон означает... Объясняется на санскрите. Каждый слог. Каждый слог имеет особое значение. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Повествовавшим ад-бхагаватам, которые очень редко Бхагават Кадха очень и очень редкий дар, который можно обрести в этом материальном мире Но эта Кадха, знаете историю, когда Шикадайв Госвами, он уже был готов повествовавшим ад-бхагаватам, а при Кшиту Махараджа все полубоги собрались также, чтобы участвовать в этом собрании Он здесь подчеркивает, он рассказывает о том, что Шимад-бхагаватам, она разносится по всем, как он говорил, планетам Но оно не принадлежит небесным планетам Почему? Потому что где Шимад-бхагаватам происходит на этой земле? Шикадайв Госвами, он говорит, что когда шабда, эта трансцендентная вибрация Вибрация начинает разноситься, то тогда все полубоги и все великие личности, которые слушают эту вибрацию Они устремляются в то место, где рассказывают Шимад-бхагаватам Сатя-локи, Брама живет на Сатя-локе, он тотчас же, он стремится на Мартью-локу, вот эту планету, смертную планету Для того, чтобы слушать, а также это Харикадхо, это вибрация, которая, например, на Кайлаше Кайлаш Шиладжи, он слышит эту вибрацию, он стремится, он бежит для того, чтобы слушать это нектарное повествование Шимад-бхагаватам Однажды я в Трета-югу В Трета-югу Шиладжи, он покинул Кайлаш и пришел на землю Кумба означает Агастареши Агастареши И он также пришел на эту землю, и Шиладжи пришел для того, чтобы слушать Харикадхо от Агастареши Агастареши Вы знаете, эта вся история происходила, когда Сати, жена супруга Шиладжи, когда она решила устроить экзамен в Ширам и переоделась, превратилась в Ситу И вы знаете, то есть Лилу связанную, как раз это происходило в тот момент, происходило в Трета-югу И это молитва из Рамачаритры, это молитва, которая произнес сейчас Содержится эта молитва Гаруджи 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 Гаруджи, где он живет? Он на Вайкунхе Гаруджи, он всегда желает слушать Харикадхо Гаруджи 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 каково значение это катхана не присутствует на вайкунке и вы очень удачливы если полубоги они желают слушать харикатху они для этого должны покинуть сваргалоку брама же он должен покинуть сваргалоку ашива же он должен покинуть кайлаш полубоги должны покинуть райские планеты и прийти в этот материальный мир а вам не нужно ничего покидать вы столько удачливы вы уже находитесь здесь и не имеете возможность слушать харикатху вам не нужно никуда никуда ехать никуда идти вы уже находитесь там где рассказывает харикатху когда вы приходите сюда для того чтобы участвовать в этом трансцендентном процессе и даже если вы заработали очень много пони благоприятного в своей прошлой жизни и это суммируясь пришло к тому что вы сейчас можете слушать харикатху а те неудачи вы которые не имеют этого возможности и еще еще одна шлока которая повторяет махараджи просто слушая харикатху это шлока объясняет это очень много эти шлоки это все подтверждение того о чем говорит баджи патчи дар махараджи прославляющий нам бхагалатта все они прославляют когда если вы слушаете харикатху то тогда все самое неблагоприятное уйдет из вашей жизни в этой это очень важное важная штука. Что означает Бхагаваддхарма? В этой штуке подчелкивается значение. Что такое Бхагаваддхарма? Если Вы будете следовать Бхагаваддхарму, то тогда Вы избавитесь от всех несчастья этого материального существования. Если кто-то принимает приют Бхагаваддхармы и делает что-то неправильно, но Бхагавадд никогда не даст Вам возможность упасть и обрести проблемы в этой жизни. Она поможет, а Бхагаваддхарма всегда будет помогать Вам. Поэтому различные описания, как, например, Шукадырга с Вами описняет. Сравнивая Бхагаваддхарму с Бхагаваддхаршадой, то есть он сравнивает его с лекарством. Оно что является самым полезным и самым исключающим, как бы сказать, не имея никаких погрешностей лекарством, это является Шукадырга. Вы знаете, обычное лекарство имеет горький вкус. Вы принимаете это горькое лекарство и запиваете водой, чтобы... Но Шрима Бхагаваддхарма, это мало того, что это лекарство, но оно очень слабостное. Она дарует Вам нектар, Вашим ушам. Через уши этот нектар, он протекает, проникает в Ваше сердце. Здесь подчеркивается, что Аштушима Бхагаваддхарма является целебным лекарством для Ваших ушей и сердца. И также Нирган Калпатару. Это на самом деле, это не Кадхашима Бхагаваддхарма, это дерево, которое исполняет все желания. Калпатару. И также это Расайна. Расайна Катха. Капиладев, он сравнивает... Шима Бхагавад Катху, он ее сравнивает с Расайной Катхой. То есть, если Вы будете пить этот тоник, который называется Расайна, Вы всегда будете очень здоровы. И поэтому Бхагавад Катху сравнивает с этим тоником, который содержит в себе все самое необходимое для того, чтобы тот, кто пьет этот тоник, этот нектарный, он обретал все самое благоприятное. И также здесь имеется другое значение Расайна, это как алкоголь. Но Шима Бхагаваттан, он не является этим алкогольным напитком. Как, например, вино, которое является алкоголем в материальном мире, как, например, отец, он не будет разрешать своему сыну, чтобы он пил вино. Я ему же благо, но Шима Бхагаваттан, вино, которое струится из Шима Бхагаваттан, и тот, кто пьет это вино, нектарное вино, он даст это вино, нектарное, он даст это вино своему сыну. А если муж, он будет пить этот опьяняющий, нектарный напиток Шима Бхагаваттан, он даст своей жене. А если никто не желает пить его, он возьмет деньги из своего кармана и организует очень большой Бхагаваттан, для того, чтобы все, кто пришел, они могли вкусить этот нектарный напиток Шима Бхагаваттан. Он будет звать, собирайтесь, пожалуйста, приходите слушать Шима Бхагаваттан. И он сравнивается, он сравнивается с тем, он объявляет, что он является самым-самым высоко опьяняющим, Шима Бхагаваттан является самым опьяняющим тоником, нектарным тоником, который вы должны... И также здесь слово Кал, которое указывает на змею, которая, вы знаете, это питон, питон, наверное, который может проглотить, даже проглотить живое существо. Что может спасти вас от этого питона, от этого змея, страшного змея в форме Кала? Кала, это сравнивается с этим огромным питоном. Кто может спасти Шима Бхагаваттан? Кала здесь имеется в виду время. Кто может вас спасти от этого материального времени, этого мира, который сравнивается с огромной змеей, которая может поглотить вас? Но только слушая Харикаку, то тогда эта змея, она не сможет поглотить, поглотить эту личность. Вы знаете, кто может убить змею? Вы знаете, мангус, это такое животное, которое... Оно небольшое животное, и он знает место, где змея находится, он нападет на нее. И как она не будет убиваться, как она не будет стараться защищаться, этот маленькое животное, мангуст, он может убить эту змею. Прозит ее. Таким же образом он убивает змею. Точно так же Кала в образе этого опасной змеи, она пытается проглотить нас и съесть. Поэтому, если вы хотите спастись, вы должны пойти в то место, где повествует Харикаку, слушать. Слушать этот нектар, повествование о Господе. Поэтому, когда вы слушаете Харикаку, то тогда век Кали-юге, то есть Кали, он ничего не сделает с вами. Он не сможет никаким образом повлиять на нас. Все боятся эту Кали-чакру, которая постоянно-постоянно вращается. Но если Кали увидит вишну, преданного вишну, он сам будет испытывать страх. Поэтому в шастрах с Шимат-Бхагаватам сравнивается и приобретает очень много образов. К сожалению, время заканчивается. Если вы будете повествовать о том, о чем вы слушали сейчас, прославляющим Шимат-Бхагаватам, куда бы вы ни пошли, проповедуя, все будут привлечены этой Коккою. Ваш Городепа говорит, я собрал эти шлоки из различных мест, а сейчас вы уже сидите, и я вам все это даю совершенно свободно, каждому из вас. Как особый, трансцендентный дар. Далее. Однажды он рассказывал, когда он был в Австралии, и рассказывал эту Харикатху, говоря о том, что эта Коккоя, она недоступна ни на Свалогалоке, ни на Вайкунхе, ни на Кайлаше, нигде. И Пуджаре обратился ко мне с вопросом. Он сказал, расскажите. Он сказал, что в некоторых местах Шимат-Бхагаватам сравнивается с нектарным напитком Амрита. Амрита – это напиток бессмертия. Завтра я спрошу каждого. Конечно, я буду спрашивать шлоки, никто не придет на Харикатху. Постарайтесь изучать эти шлоки, пославляющие Шимат-Бхагаватам, тогда вы будете успешно проповедовать. Постарайтесь изучать эти шлоки, которые я сегодня цитировал. Поэтому вы должны слушать Харикатху и в оставшее свободное время изучать шлоки из Шимат-Бхагаватам, других священных писаний, для того, чтобы быть очень уверенными в проповеди. Потому что, когда вы проповедуете и подтверждаете то, что вы говорите шлоками, это совершенно авторитетно. Поэтому, как человек Грудев говорил, пытайтесь, старайтесь, и вы обязательно достигнете цели. Завтра я буду говорить о Падмапуране, шлоке, видимо, из Падмапурана будет. Эту катху, дундукари катху и еще содержится. Которые содержат очень важные шлоки. Я буду акцентировать на очень важных шлоках, которые, как вот Падмапурана, и также с Падмапураном. С Кадмапураном. В чем лучше? Поэтому вы должны изучать эти самые важные, главные шлоки и постараться хорошо изучить их значения как в Падмапуранах, в Искандапуранах, так же. Браджа Кадха объясняется в Скандапуранах. С завтрашнего дня мы приступим. Три-четыре дня постарайтесь акцентировать себя больше внимания уделять шлокам. Утром я буду из-под Падмапурана я буду объяснять утром, а вечером из-кандапурана шлоки. Утром первые также первые песни Шримад Багаватам я буду объяснять, а вечером десятые песен Шримад Багаватам приключены. Продолжение следует...